Игорь Макаров В несколько раз уходил из дзюдо, но в итоге стал олимпийским чемпионом в Афинах. В 2004 году в Греции он завоевал первое и пока единственное в истории Беларуси олимпийское золото под дзюдо. Это была отважная победа настоящего бойца. Страна оценила храбрость спортсмена и наградила героя орденом за личное мужество. На 28-х Олимпийских играх в Афинах от белорусских дзюдоистов многого не ждали. До 2004 года наград у страны в этом виде спорта не было. Выступление Макарова в Греции стало сенсацией. Белорусский дзюдоист дошел до полуфинала, побеждая самых крепких борцов мира. Благодаря своему фирменному боковому перевороту, в финальной схватке с корейцем Макаров победил и стал первым в истории олимпийским чемпионом по дзюдо от Беларуси. Всей этой истории, а тем более олимпийской медали, могло бы и не быть, если бы не гений дзюдо, японский фильм, всколыхнувший советские экраны. Вот его смотрели все взрослые, вот им восхищались. И оно такое, что-то было экстранеординарное для нашего вот именно телевизора. И, ну, под воздействием этого фильма, значит, у нас в семье было все четко. Папа сказал, надо, я хочу гений дзюдо. Добраться до олимпийского пьедестала белорусскому дзюдоисту помогла семья и бессменный тренер Владимир Ясин. Это он научил шестилетнего Макарова искусству японской борьбы. Побеждать на татами талантливый ученик начал сразу. Первой была победа на юношеском первенстве Беларуси. В 1997 году серебряная медаль на первенстве Европы. В 19 лет молодого дзюдоиста пригласили в сборную страны. Уже тогда он знал главный секрет большого спорта. Чем больше тренируешься, тем выше результат. И без жертв здесь не обойтись. Нельзя достигнуть высоких результатов, не пожертвовать. Самое главное научиться, как вам сказать, ну там терпение, это все ерунда. Научиться жертвовать личным во благо своей цели. То есть вот это основное, без этого ничего. То вот умение перешагивать через себя, пересвозь свое я иной раз. Когда вот, ну, уже все не в моготу, а ты тебе надо достать еще, 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 еще. Вот это есть личность. Макаров пугал соперников не только силой. Он знал особый секрет победы на татаме. Выдержка, наблюдательность, стратегия. У меня дзюдо это танец такой. Но очень красивый и, как вам сказать, силовой, наверное, да. Это вот умение обмануть соперника, умение, ну, переиграть его не с точки, даже не сколько физически, а сколько морально, эмоционально. Вот, ну, вот это вот оно, как бы, дзюдо и есть. После Греции у Макарова была еще одна олимпиада в Лондоне. Но 2012-й принес лишь разочарование. После главного в своей жизни спортивного успеха Игорь еще долго продолжал выходить на татами. Из последних, самым ярким, было выступление на чемпионате Европы. 2012-й год. Вот я выиграл который и все. За время активной спортивной карьеры он получал награды различного достоинства. И каждая из них – это шаг к главной его победе. У каждого человека должна быть цель. То есть, если цели нет, то ничего не будет. Спортивная мечта гомельского дзюдоиста сбылась. Он стал олимпийским чемпионом и принес славу своей стране. Профессиональную карьеру Макаров закончил в 2012-м, но снимать кимоно пока не готов. Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата мира и чемпионата в Европе. Сегодня Игорь Макаров передает свое мастерство будущим чемпионам. Пытаюсь накопить определенный опыт для себя, написать заметки, методичку какую-нибудь написать. Потом перейти дальше, нужно на более взрослых работать и потом еще дальше. Это мои амбиции, я так хочу. Нужна система. А системы как таковой нет. И ей нужно разрабатывать. И кому-то надо разрабатывать это. Ну а почему бы и не мне? Золотая медаль первого олимпийского чемпиона Беларуси хранится среди сотни его других наград. А сам спортсмен активно тренирует детей в родном городе, в Гомеле, в собственной школе дзидо. И надеется, что кто-нибудь из этих малышей обязательно повторит его результат. И не раз. Продолжение следует... Продолжение следует...